Ребята из Луганской и Донецкой народных республик вновь сели за парты, но теперь уже в России, в Зеленчукском районе. Ранее в нашем выпуске мы рассказывали о судьбе семей Павлючок и Духиных. Сегодня своей судьбоносной историей поделится Лейла Рабочая из Луганска. Она расскажет о том, кто остался на родине и почему пришлось покинуть ее. Альбина Ламкова продолжит тему. Для Кирилла из Луганска школа станицы Кордоникской стала теперь родной. Перед началом занятия он получил все необходимое для обучения. Но душа болит за близких, которые остались на родине. Его мама Лейла Рабочая тоже не находит себе места. Переживает. У меня мама, она осталась на Украине и брат на Украине. Второй брат, он сейчас воюет. Мы не знаем, что он, где он на связь выходит. На одну секундочку буквально скажет, что он жив. Постоянно мониторим мы ситуацию, какую все, конечно, переживаем. Лейле Рабочий и ее сыну готовы оказать помощь все. Стараются, чтобы у нас в республике им было комфортно. Кирилла познакомили со школой и заверили, что он будет окружен вниманием и заботой. Одноклассники приняли его сразу. Лейле оказали помощь в оформлении всех нужных документов. Предоставили продукты, предметы первой необходимости. Так как из дома успели взять все по минимуму. Дети пока проходят адаптацию. Нам очень много помогли. В частности, вот партия «Единая Россия» нас встретила. Наташа Анатольевна Резвая. Спасибо ей очень большое, огромное. Будем благодарны ей и ее команде. Также с администрацией нам помогали. С отдела образования нам помогали. Очень все спасибо всем неравнодушным людям. Мы благодарны. Мы даже такого просто не ожидали. Лейла рабочая вынуждена была приехать к отцу и оставить своих родных из-за сына. Чтобы происходящее в Луганске не прервало его учебу в школе. Кирилл еще не осознает, что происходит вокруг, сказала его мама. Он сомневается и все время задает вопросы. Мама, а здесь не страшно? Здесь не стреляют? Нет, нам спокойно здесь. Очень здесь, конечно, края живописные, очень красиво. В 2014 году мы не уехали. Ребенок у меня тогда был один маленький, ему был годик. И когда падали грады, взрывы были, я могла ему еще сказать, что это гром. А сейчас они уже все осознают, все прекрасно понимают. И я испугалась, как это отразится на их психике. Поэтому в республике прибывшим семьям, возможно, будет предусмотрена организация психологической помощи. Альбина Ламкова, Вести, Карачаево, Черкесия, Зеленчукский район.